Дмитрий Леонидович 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 Вот так вот будешь помаленьку отыгрывать Да, это сом, да Это нормально Да, нормальное явление для сопливого Будешь вот так вот Потом будешь потаскивать ближе, он опять отыграет Когда тебя увидишь, угонется То есть эта история может затянуться на 40 минут Думаешь, он не понимает, что сейчас с ним происходит? Конечно, понимает У меня были истории до часа То есть там сомы по 30-40 кг Это там история Но у меня, правда, шнур такой же У тебя сколько? 1,2, да, шнур? Да, что-то единичка Единичка даже по е Да, я тоже смотрю, наверное, единичка Юджикеевский шнур Так что особо-то, как бы, и нет возможности Его тут прифорсировать Да, я что-то, да, слушай, расслабился Я поставил это спидинг сопливый 5,25 Ну, смотрю, не залегает Осенний уже, бодрый Ну, осень, осень, что Почти середина сентября Это нормальное явление Ну, сазаны прыгают под кустами Видно, что их кто-то, мы когда подплывали Видно, что их кто-то гонял Я уже тогда подумал, когда сазан выскочил на бровке Думал, что самяра гоняет Блин, самое, что интересно, уважаемые зрители Вы даже не поверите Когда произошла поклевка У нас каким-то чудесным способом Дмитрием Леонидовичем было даже налито Когда я в свое время таскал таймени Вот так вот по часу Мне в это время еще предлагали Сделать вот так, Дмитрий Леонидович Вот, я думаю, это будет красиво В борьбе А я вам даже подержу закуску, Дмитрий Леонидович Полный сервис Как ваши ощущения? Охуй Хорошо Пошел, пошел Пошел, пошел Тут главное грань держать Главное вовремя отвязаться Есть тоже одна особенность У самов Они в отличие от таймени Такие Ну, гиря там висит Да, гиря, да Да, она тянет Как будто как гирю течением Поднукатит вот так вот И все Особо ничего Если таймень там свечки и смечки Удары С ней веселей Да, намного, конечно Желтощеком тоже весело Что-то вжим О, 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 о Это голову трясет вот так вот Ага Пытается скинуть Кстати, ты подсекал, нет? Я дернул Дернул, да Попробую еще чуть-чуть Как бы, да, вот Чтобы до конца Хотя у него губы-то мягковатые Кажется, он синий Ну, если в решетку ему заскочила На, имею в виду вот это вот Где много-много зубов Я его называю щетка-решетка Это, может быть, и не пробить Ну, о, подматывай Да, чем хорош Амур Ты не знаешь, никогда Чего тебе клюнет Ну, у нас видов рыб В два раза больше, чем В западной половине России В Амуре В два раза больше видов рыб Ну, хорошо такой Не сматывать шнур Так что я подозреваю Там, наверное, что-то в районе десятки Ну, взвешал У меня есть весы даже А мне как-то, ты знаешь Вес никогда неинтересный Да, мы дальневосточные рыбаки Как правило Нас вес не интересует Да, дело даже не в этом Мы просто рыбы видим достаточно много Это люди на западе Где рыбы уже Немного для них Каждый трофей там кажется достижением Мы уже переловили много рыбы Да, он самый Судя по хвосту Ой, тогда он даже Меньше десятки А вот тут вот А не торопись Его еще по воде Дай ему Воздуха Вот он щетку заглотил Так, ладно Не будем торопиться Видите, уважаемые зрители На видео, как он скинул Липгриб японский Дорогой Вон только шкура Осталась Вот так вот Бодрый Пусть еще гульнет Адреналин Адреналин, слушай Попер Я до этой минуты был спокойный Но когда это начинаются маневры Мы проверяем Полностью хват ли гриппа Держи Передаю Дмитрию Леонидовичу Смотри, у него курдюк какой набитый Да, конечно Нажрался бы Ну Вот Поверни его боком Вот Отлично Отлично, Дмитрий Леонидович Трофей Сейчас подожди Мы это все Взвешиваем Не вы На тонер Загнутый На прямо Залип грипп Ты хочешь Вешать Отпускай Сколько там? 5,5 5,5, да? Демонстративно Дари ему свободу Это Сом Солдатова Или нет Четыре уса Да, по-моему Да, Сом Солдатова На западе, кстати Таких Сомов нету Это наш эндемик Да? Все Пошел Пошел Дмитрий Леонидович Поздравляю вас С сегодняшним Трофеем Вот и у меня Господа Поклевка Агрессивная С плеском Походу Желтощек Что ли? Или что-то Как-то переворачиваться И сильно тянет Забагриваться Что ли? Что-то Понять не могу Вон плещется Как-то идет Неадекватно Неудачная Подсечка Что-ли Смотри, Димка Как идет Не, ну видно Была атака Промах Крючки Хорошие Японские Попробуем Липгрип Теперь за 700 рублей Да-да-да Дмитрий Леонидович Берет Липгрип Уже Не за 5-700 А за 700 У меня видишь Пиннинг пожестче От этого Даже забагренный Он у меня идет Верхогляд Ну видно Да, атака была Верхогляда Он же просто Так не забагрився Понятно Что он атаковал Паразит Такой Толстолоп А нет Верхогляд Такой нормальный Да Толстолоп 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 Забагрился Будем Липгриппом Я даже не знаю Сильно не тяну Да, а бери сам Чтоб тебе блесна Не отскочила В лицо Я там Опустил слабину Дал Чтоб Да, лучше кинь его Да Все Слабину дал Скользкий Пусти Спасно Сюда Иди Сюда Иди Ушура Толстолоп Ого! 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 Вот они! Вот! Мы с собой где-то мастер. Да-да-да-да-да! Целый день они стоят. Вот они, желтощеки! Вы не поверите, уважаемые зрители. Они вот здесь, а совсем рядом. Вот они. Хе-хе-хе. Прям за свальчиком. Давай сейчас прямо зацепимся. Ну. А крючки вот эти вот снизу есть. У них чаечки везде ходят. Вот место-то, смотрю, такое рыбное, да? Хе-хе-хе. Ну что, уважаемые зрители. Наша короткая рыбалка с Дмитрием Леонидовичем подходит к концу. Снимали мы далеко не все. Были у нас интересные моменты. Эхолот Гармин нам показывал интересные картинки. Останавливались во многих местах. Дошли до границы с Китаем. Прям уже борзанули. Думали, что нас уже примут. В очередной раз, надо сказать, примут. Ну, мы далеко так, конечно, это утрируешь. Ну, в Китае уже, да, вот оно под рукой. Но рыба там такая же, как и здесь. Да. Такая же отказная. Клевать особо не хочет. Да. Самый шикарный результат у нас получился уже здесь, когда мы не ожидали поклевки. Кидали вот по этой вот струе от буточки, да, на заимке. И была поклевка очень крупного желтощека. Шнур 1,2 ПЕ у меня щелкнул достаточно быстро. С ним, да, что-то как-то, что-то непонятное надо перемотать. Старый шнур просто у меня. Шнур очень у меня уже старый. И такая вот ситуация получилась. И самое, что интересно, здесь вот рыба всегда. Везде ходишь, с эхолотом смотришь. Рыба стоит всегда здесь гарантированно, да? Да. Оказывается, вся лучшая рыбалка, она вообще была возле дома. Возле дома, да. Возле пирса, где ты скидываешься. Ну, рыбалка была, чтобы скажешь. Рыбалка тоже была. Сегодняшний день достаточно такой интересный. Мы попробовали новые места, попробовали новые приманки. Для себя я открыл поролонку. Поролонку джиг я как бы не пробовал никогда. Да. Ну, ты на нее поймал сегодня сама? На этого у меня и случилась поклевка. Сама, так скажем, интересная. Сама я ловил в первый раз. В основном здесь у меня основной верхогляд. Он ведет себя совсем на спиннинге. Ну, и не таймень, конечно, не ленок. Интересно, тянешь как будто к дереву. Для меня это было первый раз. Да. Дмитрий Леонидович сразу же, как бы сказать, отметил, как бы сказать, поварки сама. Медленно. Такое ощущение, как будто под ног, там, гантелью или гелью там тянешь. Он далеко не таймень, далеко не желтощок. Это специфичная рыба. От этого, конечно, надо понимать, что, конечно, трофей, в принципе, на Дальнем Востоке, это, ну, не очень желанный, да, грубо говоря, сом. Он, конечно, интересно, да, поймать его, там, раз, два, десять, да, там, большого. Ну, вот прям, чтобы за ним охотиться, это прям... Не, один раз сегодня хватило его, надо спиннинге подержать. Хватит одного раза достаточно. Да, чтобы понять, да. Вот. Ну что, уважаемые зрители, заканчиваем нашу рыбалку. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...